Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Так это же Сакиряну. Люди! Люди! Иона убили! Леночка! Леня, что случилось? Не знаю. Головы мы проломили. Побегу в милицию вызову. Доброе утро. Алло. Милиция. Я Тюрин. Леонид Сергеевич. У моего дома труп лежит. Улица Тихая, 11. Ударом по голове. Знаком. Почти сосед. Иона убили. После ночной смены инженер-механик ренийского морского торгового порта Леонид Тюрин рано утром на своем москвиче приехал домой. Возле ворот он обнаружил тело своего знакомого, Иона Сакиряна. Впрочем, в Рении почти все знакомы. Убийство в небольшом городке – событие исключительное. Вскоре на место преступления прибыла следственная группа, которую возглавил самый опытный следователь райотдела Михаил Пятигорский. Давайте, опрашивайте соседей. Может, кто-то видел или что-то знает. Давайте, работайте. Что здесь? Кистенько. Протерли все аккуратненько. Злодей какой продуманный пошел. Надо работать. Значит, ночью вы ничего не слышали? Нет, ничего. Тишина была. А как вы объясните трупу возле вашего дома? А вот никак. И что, никаких предположений нет? Нет. Никаких предположений нет. Вы что думаете, мы убили Сакиряну и положили его из наших ворот? А вы ночью что делали? А я в порту работаю. Там ночная смена есть. Меня человек сто видело. Никто? Ничего. Возле ваших ворот человека убили, а вы не причастны. А вы хотите меня в обратном переубедить? Нет, не хочу. Тюрин был очень взбудоражен. На все вопросы Пятигорского он буквально кричал, мол, человек пришел домой с работы. Под воротами труп. Это непонятно? Да не успокойся. Ты меня рот не затыкай. Во что? Вы из-за судей не учили, что убийца старается от тела избавиться? Ладно. На сегодня все. Если что, мы вас вызовем. Лёнь, ненормальный какой-то. Оперативник Валерий Карабут опросил портовиков, и его собеседники подтверждали слова инженера Тюрина. Так значит, он никуда не отлучался? А куда денешься? Мы тут все на виду. А вы его тоже видели? Видел. Он даже накричал на меня. Ну, задело, правда. Сергеич, мужик, строгий. Ясно. Спасибо. Всего хорошего. Преступник стер отпечатки пальцев с молотка. Но зачем он бросил сам молоток рядом с трупом? Ведь обычно убийцы не оставляют орудия убийства на месте преступления. Возможно, преступник был неопытный или совершил преступление спонтанно. Однако стертые с молотка отпечатки говорили о холодном расчете. Возможно, молоток должен был навести следствие на ложный след. Но пока не было никакого следа. Было очевидно, что нужно расширять зону поиска. Следователь Пятигорский рассчитывал получить хоть какие-то зацепки в ходе осмотра в доме погибшего Иона Сакиряну. Ион Сакиряну был вдовцом. В его доме царил беспорядок. Подвал не забудьте проверить. Ну, как тут у нас? Миша, видишь, выпивали они тут. Выпивали, закусывали. Пальчики шикарные остались. Крови не было? Пока не обнаружил. Понятно. Цепочку золотую на столе нашел. Цепочку на столе на видном месте. Интересно. Пошли, посмотрим. Пошли. Дорогая, больше скажу после анализа на биохимию. Посмотри. Это ателье на вокзальной. Четыре фото, шесть на четыре. На паспорт, наверное. Нет, вот его паспорт. И уже новый. В 1974 году вышло постановление Совета министров СССР о выдаче всем гражданам, достигшим 16 лет, нового бессрочного паспорта. До этого паспорта выдавали сроком на пять лет, причем жителям сельской местности они не полагались. Новый паспорт отличался цветом. Самая настоящая краснокожая паспортина. Предыдущий был зеленым. Фотография была большого размера. Кроме того, предусмотрели вклейку в паспорт еще двух фотографий. По достижении владельцам 25 и 45 лет. Народ не спешил обменивать паспорта, поэтому государство стимулировало обмен. Новый паспорт требовали при оформлении прописки и заключении брака. Нередко девушкам приходилось получать паспорт на свою девичью фамилию, чтобы тут же сдать его и получить новый, на фамилию мужа. Обмен паспортов происходил в течение пяти лет, с 1976 по 1980 год. Но еще и в середине 80-х встречались граждане, которые так и не обменяли старый зеленый паспорт на новый. Карабут, а ну-ка вдуй в фотоателье и узнай, что должен был получить по этой квитанции Сакиряна. Понял. Сосед Сакиряну Иван Фетченко рассказал оперативнику, что вчера поздно вечером возле калитки, которая вела в огород Сакиряну, остановилась какая-то машина, вроде «Москвич». Постояла недолго. И он, похоже, ждал ее. И, кажется, сел в нее. Лица запомнили? Нет, к сожалению. Темно было. Приемщица фотоателье Тина Левченко выдала оперативнику Карабуту коробку с фотографиями. Валерий внимательно пересмотрел их, но фото Сакиряну не обнаружил. Скажите, а это все фото? Да, все. Посмотрите внимательнее. Ваше фото было еще вчера готово. Девушка, но человека, у которого была квитанция, здесь нет? Ну, квитанция не обязательно у того, кто фотографировался. Это может быть жена, друг, брат. Дайте сюда. 41. Тина Левченко быстро отыскала необходимые фотографии. Предстояло установить личность изображенного на них мужчины. Квитанция номер 41. 41. Да, но только это не он. Ну, какой есть, другого нет. А вы можете сделать несколько больших портретов с негатива этого снимка? Хорошо, но нужно подождать. Пока Тина Левченко ушла в подсобку делать фотографии, Карабут по телефону связался с дежурным. Ему нужно было сообщить, что фотографировался на паспорт не Сакиряну, а совсем другой человек. Соседа своего хорошо знаете? Конечно. Дома наши на одной улице. Что о нем рассказать можете? Соседка Сакиряну Евгения Паскал рассказала оперативнику. Года три назад и он стал жить очень хорошо. Видимо, деньги появились. Откуда – неизвестно. Но он отремонтировал дом, купил машину «Жигули», часто ездил в Одессу. Ясно. Скажите, вы вчера вечером видели Сакиряну? И она не видела. Но в его отбор заходило три человека. Раньше этих людей видели? Опознать сможете? Одного – да. Это Леша Лупу. А двоих других нет. Кто такой? Леша – это местный алкаш. Даже сидел. Живет через три дома от Сакиряна. Один из оперативников позвал следователя и эксперта в подвал. Вот нашел тайник. А здесь бидоны, полные спирта. Проверил уже? Смотри мне. Да, чистый. Неплохо сторож на аптечном кладе для себя насторожил. И что это за коллекция? Это знаменитый крымский «Черный доктор». «Черный доктор» – гордость виноделия Крымской солнечной долины. История возникновения этого вина загадочна. Вино получило свое название за густой темный цвет и замечательные лечебные свойства. Сорт винограда, из которого делают это вино, вывел таинственный лекарь, который по преданиям был учеником великого восточного врача и философа Авиценны. Для производства «Черного доктора» используются аборигенные сорта винограда «Экимкара» и «Джеваткара». Свои уникальные вкусовые и лечебные свойства они сохраняют только в солнечной долине и возревают не каждый год. Бутылка «Черного доктора» стоила 3 рубля 89 копеек. Это было очень дорого. Достать вино в свободной продаже было невозможно. Летом 1975 года крымские виноградники были заражены вирусом. Погибли многие аборигенные сорта. Выпуск «Черного доктора» был прекращен. Но в Советском Союзе об этом не было широко известно. О «Черном докторе» слышали и говорили все. Но мало кто знал его настоящий вкус. Разрешите доложить? Докладываю. Гражданка Паскаль показала, что поздно ночью к Сакиряну в дом приходили люди. Опознала гражданина Лупу. Живет в трех домах отсюда он. В трех домах? Хорошо. А ну быстро к нему и тяните ко мне в кабинет. Давайте быстро. «Черный доктор» – десертное вино. Любое десертное вино – это купаж нескольких сортов сухого вина, спирта и сахара. Об этом знают не только виноделы. Любой житель винного региона понимает, как из простого сухарика можно сделать крепленочку. Какой вывод мог сделать следователь, найдя в подвале убитого бидоны со спиртом и этикетки знаменитого вина, которое никакого отношения к Одесской области не имело? Скорее всего, он и он Сакиряну подделывал, черный доктор. Правда, сухого вина в подвале не обнаружили. Но красное сухое вино для ренения проблема. В каждом втором доме бочки стоят. Следователь понял, нужно искать, где красное вино смешивали со спиртом, разливали по бутылкам и закупоривали пробками. Возможно, там и будет найден ответ на вопрос, кто убил Сакиряну. Что об этом может знать Алексей Лупу, который, по словам соседки, был вчера в доме убитого? Ты мент. Мент поганый. Я тебе голову оторву вот этими вот руками. Кто здесь Лупу? Ты кто такой? Алексей Лупу и его гости взяли тихо. Пенчуги плохо соображали, поэтому сопротивления не оказывали. Их отвезли в райотдел. По пути в райотдел Алексей Лупу почти протрезвел. Скорее всего, по старой воровской привычке он собирался уйти в отказ. Но пока что Лупу не знал, в чем его обвиняют. Гражданин Лупу, что вы знаете о смерти вашего соседа Иона Сакиряну? Сакирян умер? Вот дела. А я здесь при чем? Вы бывали у него дома? Да, но при чем здесь это? Вопросы здесь задаю я. Вы вчера вечером были у него дома? Я вчера у него дома не был. В доме Сакиряна были обнаружены ваши отпечатки пальцев? Ну, понятное дело. Я же говорю, я был у него дома, но вчера я у него не был. А гражданка Паскаля утверждает, что видела вас в обществе двух мужчин, выходящих из его дома? Да эта старая дура дальше своего носа ничего не видит. Перепутала она меня с кем-то вначале. У ворот дома семьи Тюриных найден труп их соседа Иона Сакиряну. В доме убитого, вероятно, что-то искали. Однако, к удивлению сыщиков, воры не взяли совершенно новую золотую цепочку, которая лежала на видном месте. В подвале оперативная группа обнаружила четыре бидона с медицинским спиртом и дипломат с этикетками известного крымского вина «Черный доктор». Следователь подозревает, что спирт похищен на складе аптечного управления. Соседка убитого сообщила, что вчера вечером во дворе Сакиряну она видела ранее судимого Алексея Лупу с двумя неизвестными ей мужчинами. Лупу отрицает, что был накануне в доме убитого. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Разрешите? Конечно, конечно, входите. Ну вот, еще обнаруженные отпечатки пальцев Козимова и Сокура. Знаете таких? Да, знаю я их. Были мы в тот вечер у Сокиряна. И что вы там делали? Халтуру нам дают раз в две недели. Машину мы ему разгружаем с веном. Где разоружаете? На причале. Ты зачем Снегиряна вентом назвал? А чтобы знал. В темпе, ребята, в темпе. Куда еще? В темпе? Уже язык на плече. Давай, давай, поговори мне еще. Дорогу помнишь? Да на москвичи нас туда возили. Не очень. А водителя москвича помните? Молчаливый такой, серьезный. С Семеном звали. А что дорогу не помнишь? Пьяный был? Лупу сказал, было похоже, что Семен специально ехал так, чтобы их запутать. То, что на Долинское сначала ехали, это точно. Михаил Николаевич, я вот что нашел. Стой, 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 подожди. Посиди с ним. Ты что, не видишь, что он не подозреваем? Виноват. Что у тебя? По квитанции Сакиряну обнаружено фото другого человека. Серьезный мужчина. Чем черт не шутит? Давай. Знаешь, что? Да, это Семен, водитель. Теперь у следствия была фотография Семена. Пятигорский предположил, что он может быть жителем Долинского. Лупу утверждал, что они ехали в направлении этого села. Тогда Семена должен знать участковый из Долинского. С ним и собирался поговорить следователь. Кроме того, фотоателье в районе одно. Поэтому, если загадочному Семену по-прежнему нужна фотография на паспорт, он, вероятнее всего, там появится. Оперативник Валерий Корабут уже побывал в Долинском. Местный участковый уверенно заявил, изображенный на фото человек ему неизвестен. Не живет такой в селе. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а не заходил человек за снимками? Ну, я же сказала, когда придет, я позвоню. Да-да, я понимаю. Я только хотел еще раз напомнить. А это вам. Пятигорскому сообщили, что на имя Сакиряну пришла посылка из Киева. Следователь получил разрешение на изъятие. Спасибо большое. Свободен. Ромашин Игорь Яковлевич. Город Киев. Улица Тарасовская, 7, дробь 21. Посылки-этикетки для вина «Черный доктор». Такие же, как те, что были найдены дома у Сакиряну. Следователь обратился к киевским коллегам, объяснил им ситуацию и попросил допросить Ромашина. Войдите. Присаживайтесь. Имя, фамилия? Игорь Яковлевич Ромашин. Ну что, Игорь Яковлевич, попались? В каком смысле? Да нет, блокноты, тетради с полиграфией интернет-сех. Но воровать этикетки десятками тысяч. Это уже, знаете, статья номер 81 Уголовного кодекса. Хищение собственности. И отправляли ворованные этикетки в город Рени. Иону Сакиряну. Я вам сейчас все объясню. Ромашин признал, что был знаком с Сакиряну. Отдыхали вместе в санатории под Одессой. Тот узнал, что Игорь работает в издательстве «Радянская Украина». Там печатают этикетки для крымских вин. Попросил прислать ему несколько десятков. Говорил, для обмена с коллекционерами. Я ему помог. Помогли вы ему хорошо. Кстати, в Рениеве давно были? Вы на что намекаете? Я там вообще никогда не был. То мы разберемся. Знаете, я вам сейчас все объясню. Когда я отправил ему первую посылку, уже из Киева, он ко мне приехал. И он мне предложил сотрудничать. Игорь присылает ему партии по 10 тысяч этикеток. Сакиряну платит ему 500 рублей за каждую посылку. Ну, конечно, мне нужны были деньги. Я согласился. Но он же сказал, что это для обмена с коллекционерами. 10 тысяч для обмена с коллекционерами? Вот справка. В связи с гибелью элитных сортов винограда в 1975 году выпуск вина «Черный доктор» был прекращен. Этикетки откуда брали? Ромашин признался, что сохранил клише и понемногу печатал этикетки, пользуясь тем, что в цехе частенько была неразбериха с заказами. Вами займутся. Подпишите. Столичный оперативник установил роль Игоря Ромашина в преступной схеме Иона Сакиряну. Ромашин из Киева за последние полгода никуда не выезжал. Да и мотива для убийства Сакиряна у него не было. Похоже, что именно знакомство с Ромашиным и его информация о том, что он может достать настоящие этикетки в больших количествах, натолкнули Сакиряну на идею подделывать вино «Черный доктор». Он все рассчитал. В середине 70-х, когда любое марочное вино было дефицитом, «Черный доктор» не залежится и будет продан очень быстро. Оставался открытым вопрос, кто продавал вино. Ответить на него мог загадочный Семен, который до сих пор не явился за своими фотографиями в ателье. Ну что там? Как у нас дела? На цепочке, найденной в доме Сакиряну, нет следов биоматериалов. Это что, получается, она новая? Новью. Приеду, получу заключение экспертизы. Подожди. Получается, тот, кто перегрынул в доме, все вверх в дом. Она лежала на видном месте, не забрал ее. Почему? Возможно, просто не заметила. Ну, тебе виднее. Все, я побежал. Я тоже иду. Аккуратно. Извините. Тина позвонила. Тина Левченко по телефону сообщила Валерию Карабуту, что человек с фотографией появился в ателье. Где? Ушел? Только что сел в Москвич и уехал в сторону порта. Спасибо. Я позвонил. Следователь и оперативник опоздали. Мужчина уже ушел из фотоателья. Вон он. Берем тихо. Гражданин, вам придется пройти с нами. А что случилось? Нам надо с вами поговорить. А далеко ехали? Недалеко. Как позже выяснилось, Семен Габко, бывший майор-десантник, при задержании он оказал ожесточенное сопротивление. Следователь Пятигорский вынужден был применить табельное оружие, иначе подозреваемый мог уйти. Живой? Подгоняй машину. В больничку повезем. Следователь получил санкцию на проведение обысков в доме и на причале, где была пришвартована моторная лодка Семена Габко. Причал располагался рядом с портом. В сарае у берега были обнаружены ящики с уже запечатанными бутылками черного доктора. Следователь приказал оперативнику Карабуту остаться в засаде на причале. Он предполагал, что туда могут доставить новую партию фальсификата. Где вы все? Куда подевались? Почему закрыто? Семен! Оперативник Валерий Карабут задержал на причале водителя машины из колхоза «Вымпел». Он доставил точно такие же ящики с бутылками вина «Черный доктор», как те, что были обнаружены во время обыска на причале. Испуганный водитель признался, что действовал по поручению председателя колхоза Петра Устенко. Вот, Петр Савельевич, полюбуйтесь. Накладная на отгрузку вина подписана вами. В накладной написана Изабелла, а по факту «Черный доктор». Да, это моя подпись. Да я таких подписываю сотнями за целый день. Водитель что-то перепутал, и я тут при чем? Приведите водителя, пожалуйста. Здравствуйте. Узнав от следователя, что Устенко обвинил его в обмане, водитель Михеев рассказал, что именно председатель сам вручил ему накладную. Так всегда было. Михееву что? Он водитель. Сказал председатель отвезти, он и отвез. Сказал Семену передать, он и передал. Уведите водителя. Я сейчас все расскажу. Понимаете, мы действительно на заводе бодяжили крымские вина. И это я ночью клеил этикетки на вино и небольшими партиями отправлял Семену. С завода на причал к Габко небольшими партиями доставлялся уже «Черный доктор». Главным организатором схемы называл Сакиряну. Вино что? Красного сухого вина у председателя было сколько угодно. Главное – спирт и этикетка. Этим всем занимался как раз убитый сторож аптечного склада. Тогда понятно, зачем вы его убили. Больше денег захотелось, да? Да бог с вами, я не убивал Сакиряну. Мне, Семену, просто невыгодно смерть Сакиряну. Устенко признался, он не раз говорил Габко, что Сакиряну платят им слишком мало. Но поделать компаньоны ничего не могли. Только Сакиряну имел все выходы и на Прибалтов, и на производителя этикеток. Без него ничего не получилось бы. Сейчас Устенко дорабатывал оставшиеся этикетки и спирт. Он и Габко надеялись, что Прибалты как-то сами выйдут на них. Прибалтика. Советская заграница. Архитектура, язык, сами люди, все было другим. Прибалты считались людьми утонченной культуры, большими ценителями вин и ликеров. Рижский бальзам, ликер старый Таллин. Эту экзотику привозили из Прибалтики домой и гордо ставили в серванты рядом с хрустальными вазами. Поэтому крымские вина, французский кальвадос, кубинский ром и другие напитки шли в Прибалтике на расхват. Многочисленные отдыхающие из разных концов огромной страны после возвращения домой с упоением вспоминали об отдыхе почти за границей. Устенко рассказал, что примерно через недели-полторы-две после отгрузки партии вина Сакиряну передавал всем участникам их долю. Габко получал 400 рублей, Устенко по 50 копеек за литр вина и те же 400 рублей за каждую машину. Какие-то деньги шли парню, который поставлял этикетки. Ладно. Надеюсь, вы не мальчик. Бегать не будете? Вот подписка о невыезде. Парень будет заниматься АБХСС. А сейчас свободный. Следователь отправился в районную больницу, где в охраняемой палате находился раненый Семен Габко. Пятигорский понимал, что с Габко нужно разговаривать по-особому. Бывших десантников не бывает. Предположил, что Габко мог тяготиться командирскими замашками Сакиряну, и потому придумал план, как стать командиром самому. На честь мундира брать будете, как офицера офицера. А вы поставьте себя на мое место. Габко буквально повторил слова Устенко о том, что мысли избавиться от Сакиряну посещали их обоих. Но настаивал. Ему это было ни к чему. А что-то подозрительное в действиях Сакиряну последнюю ночь было? Он торопился и нервничал. Я его хотел домой довезти, но он выскочил вместе с Лехой и сказал, что огородами быстрее. Алексей Лупу? Да. Лупу и убил Сакиряну. Почему вы так думаете? Вы знаете, он снегирей ловит, их мучает, а потом голову им отрывает. Зачем? Психопат. У Габко и Устенко был мотив избавиться от Сакиряну. Но интуиция и опыт подсказывали следователю Пятигорскому, к убийству эти люди не причастны. Косвенное доказательство, оставленные в тайнике дипломат с этикетками черного доктора. Устенко и Габко обязательно бы забрали эти этикетки. Последним, кто видел Сакиряну в живых, был Алексей Лупу. У него явного мотива не было, но Лупу не раз сидел и к тому же сильно пил. Такие люди способны иногда на непредсказуемые поступки. Но оставил бы Лупу в доме золотую цепочку. Эта цепочка вообще не давала следователю покоя. Новенькая лежит на виду. Дом ограбили, а цепочку будто специально оставили. И чья она? Экспертиза показала, что ее никто не носил. Пятигорский решил еще раз поговорить с Алексеем Лупу. У ворот дома семьи Тюриных найден труп их соседа Иона Сакиряну. В подвале оперативная группа обнаружила 4 бидона с медицинским спиртом и дипломат с этикетками известного крымского вина «Черный доктор». Следствие приходит к выводу о том, что убитый Сакиряну входил в преступную группу, которая изготавливала фальсификат. Председатель соседнего колхоза признается, что все происходило на его территории. Однако никому из участников подпольного производства смерть Сакиряну не нужна. Все подельники утверждают, что последним, кто видел его живым, был Алексей Лупу. Он, вероятно, его и убил. Пятигорский сразу вспомнил, что Тюрин носит очки. Очкариков в Рени, конечно, хватало, но не слишком ли много совпадений? Слушай, интересно, ты зачем с ней ее убиваешь? Я тебя за это не посажу. Да красные они. Мы ментов похожи. А я ментов не люблю. Иванов, а ну дуй-ка в библиотеку и возьми мне книгу про птиц. Следователь Пятигорский позвонил начальству Тюрина в порт. Мне нужно поговорить с Тюриным. Как нет? А где он? В Измаиле. Дайте номерок, пожалуйста. Алло, Игорь Петрович? Мне ваш телефон Марк Савойлович дал. Тюрин у вас? Да, спасибо, спасибо. По телефону подтвердили. Тюрину выписан временный пропуск. Сейчас он в табельной. Стало быть, инженер на объекте. Следователь хотел договориться о встрече с Еленой Тюриной. Звонок в районное аптечное управление его встревожил. Ему сообщили, что Елена даже не предупредила, чего с ней никогда не бывало, и не вышла сегодня на работу. Пятигорский поспешил домой к Тюринам. Лена! Стоять! Елена Тюрина была мертва. Как показало вскрытие, женщина умерла от огромной дозы люминала. В предсмертной записке она признавалась в ненависти к Сакиряну. Следователь Пятигорский задержал Леонида Тюрина. Экспертиза подтвердила, чемоданчик с деньгами и драгоценностями похищен из дома Сакиряну. На вещах были отпечатки пальцев покойного. Следователю предстояло выяснить, каким образом чемоданчик оказался в машине Тюрина и была ли смерть Елены самоубийством. Привет! Привет! Держи, для твоего нового питомца. Спасибо, нужная вещь. А это заключение по цепочке. Для подстраховки, так сказать. Я понял, а ведь сволочь красиво придумал. Он ведь на работе. Если бы другой труп нашел, хорошо. Если бы он сам нашел, поднял бы всех на ноги. И все. Входите. Садитесь, Тюрин. Гражданин Тюрин, вы обвиняетесь в убийстве Иону Сакиряну и Елены Тюриной. Я никого не убивал. Ричдоки говорят сами за себя. Вы ничего не понимаете. Не так все было. Тюрин рассказал, что Елена сбывала Сакиряну украденный спирт. Муж пытался предупредить ее об опасности, но она и слушать не хотела. Потом он начал подозревать, что жена ему изменяет. У нее стали появляться дорогие подарки. Белье, побрякушки, то, что обычно любовники дарят. А потом я их выследил и своими глазами видел, как Лена подарила ему золотую цепочку. Ту самую, которую я преподнес ей на годовщину нашей свадьбы. А когда я спросил у нее, где цепочка, сказала, что потеряла. Об этой цепочке идет речь? Да. Он ее, сволочь, на показ всегда носил. Что бы вы чувствовали на моем месте? Я не на вашем месте, Тюрин. Красивая версия. Что было дальше? В тот день Елена позвонила ему, когда он был в ночной смене. Плакала и просила приехать. Он приехал. Она призналась, что была вечером у Сакиряну, чтобы сказать, что больше не будет с ним встречаться. Он напоялся на нее. Что? Убей! Во дворе схватила молоток. Сакиряну продолжал ее преследовать. Уже в огороде она ударила его по голове. Я приехал к Сакиряну. Нашел тело. Сперва хотел так и оставить. Но потом подумал, что в доме могут остаться следы пребывания Елены. И решил отвезти к воротам моего дома. Так что точно никто бы не заподозрил Елену, в крайнем случае обвинили бы его самого. В милицию надо было звонить, сообщать, что ваша жена в порядке самозащиты убила насильника. Я мужчина. Я обязан был ей помочь. Какой вы благородный. И что было дальше? Тюрин сказал, что Елена сильно изменилась. Он боялся оставлять ее одну. Но пришлось ехать в командировку в Измаил. Вчера после работы он приехал домой, а Коля Силкин, его друг, утром бросил его пропуск в табельной. Леонид ему сказал, что сегодня приедет позже. Они поужинали. Жена дала ему какую-то таблетку. Он уснул. И когда проснулся, Елена была мертва. И записка. Я испугался. Сел в машину и поехал. Игорь Иванович, пожалуйста, огласите экспертизу. С удовольствием. Слушайте и смотрите внимательно. На цепочке, найденной в доме Сакиряну, нет биоматериала. Проще говоря, ее никто не носил. Так что вы врете. Не Елена убила Сакиряну, а он сам, Леонид, чтобы ограбить. Потому что чемоданчик из машины, он из тайника Сакиряну. Экспертиза это подтвердила. И на деньгах на золоте есть отпечатки пальцев Сакиряну. Нет, вы не смейте так со мной обращаться. Я жену потерял. Записка, найденная возле тела вашей жены, написана химическим канадышом. Благодаря этому удалось установить, что она написана около восьми дней тому назад. Почти сразу после смерти Сакиряну, а не вчера. Следователь предположил, что Елена поняла, Сакиряну убил именно Леонид. Хотела уехать от мужа убийцы, написала ему записку. Но Леонид, скорее всего, угрожал ей. Записку забрал, и у него возник план, как избавиться от жены. Я ухожу. В могилу ты от меня уйдешь. Дернешься? Убью. Везде найду. В квартире Тюриных в мусорном ведре была найдена упаковка от лекарства «Люминал». Именно от его передозировки погибла Елена Тюрина. На упаковке не было отпечатков пальцев Елены, только Леонида. Он семью мою уничтожил, жену отбил. Вы ошиблись, Тюрин, перехитрили сами себя. Я не удивлюсь, если вы на суде будете говорить, что вы это сделали из-за ревности в состоянии эффекта. На самом же деле, вам нужны были деньги с Секириану. Тюрин выстроил три линии защиты. Сначала он сделал все, чтобы его не нашли. Потом обвинил в убийстве Секириану свою жену, выставив себя ее спасителем. На суде, как и предполагал следователь Михаил Пятигорский, Леонид Тюрин доказывал, что убил Секириану и свою жену в состоянии аффекта. Но суд на основе собранных следствием доказательств приговорил Тюрина Леонида Сергеевича к исключительной мере наказания. Как бы все сложилось, если бы Секириану не заработал огромные деньги на загадочном и редком вине черный доктор? Об этом никто и никогда уже не узнает. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Сашка! Извинья, ты такая! Ты почему жену не забрал? Сашка! Мамочки! Александру Казимирову через две недели исполнилось бы 26. Форвард отличался хорошей техникой. У него получалось забивать голы с углового удара. Ценный игрок. Его даже присматривал в киевском «Динамо» тренер Маслов. Но в команде не оставил. Что-то не срослось. Убийство известного в Черновцах футболиста стало резонансным событием. На место преступления выехала опергруппа во главе с опытным следователем Павлом Затуловским. Четыре дня назад меня Саша отвез в заставную. А вчера должен был забрать и не забрал. Здравствуйте. Затуловский Павел Григорьевич. Следователь. Алла Казимирова. Очень приятно. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, рассказывайте, да. Четыре дня назад меня Саша отвез к родителям в заставную. А вчера должен был забрать и не забрал. Что-нибудь пропало? Следователь попросил Аллу внимательно осмотреть квартиру. Нет же шкатулки с золотом. Здесь были Саши напечатки, мои серьги. Что, прямо здесь и стояло? Вы что, золото на виду держите? Да мы переехали полтора месяца назад. Раньше жили в типовой трешке. И вот нашли квартиру в центре с гаражом во дворе. Ремонт собирались делать. А деньги не пропали? Нет. Мы деньги дома не храним. Они у Сашины книжки. Ну, правильно, да. Береженого Бог бережет. Пропали ключи от квартиры и гаража. Точно? Да, они вот здесь висели. Это убийца закрыл дверь за собой? А где ключи Александра? А он их всегда с собой таскал. Боялся потерять. Вот. Есть, да? А вы когда зашли, было закрыто, да? Следов взломана в ходу и двери не обнаружено. Так, Орлы, значит, тут такой тихий район. Соседей немного, всех опросите, да. Работайте. Павел Григорьевич. Ну? Там, в комнате, столько деликатесов. Я за таким столом лет сто не сидел. Еще сто не посидишь. Пальчики снял? Позвольте. Кровать расстелена. Коньячные рюмки. Три. Тимофеев! Что в канистре? Коньяк. Дорогой коньяк. Гражданка Казимирова. Вы что, коньяк канистрами покупали? Когда я езжала, канистры не было. Может, подарил, кто ему часто всякие вещи дарили. Любил выпивать? Да нет, что вы. Спортсмен же. Я кофтун, кофтун, Семен. Семен Андреевич. Я знаю, кто у нас тренирует Буковину. Следователь Затуловский. Павел Григорьевич. Да. Лучшего забивалу потеряли. Понимаю вас. Вы не возражаете, если мы здесь переговорим? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, кого Казимиров из команды мог пустить ночью к себе? Никого. Он ни с кем близко не сходился. А как же команда? Это только в песнях. В команде все хорошо. У нас огромная конкуренция. А Саша хотел больше других. Больше зарплаты, больше премиальных. Квартиры, путевки в санаторий. Вон гараж. У него там Волга стоит. У меня такой машины нет. Футболисты в Советском Союзе были всенародными любимцами, настоящими кумирами, наравне с артистами и певцами. Но футбол не был их официальной профессией. Весь спорт считался любительским. А значит, занимались им в свободное от работы или учебы время. Молодые футболисты числились в институтах. Для тех, кто постарше, придумали профессию инструктор физической культуры. Но попадали среди мастеров кожаного меча, пекари, слесари, судостроители, офицеры армии и милиции. В Донецке рассказывали, как проходчики из команды «Шахтер» однажды для кинохроники спустились в шахту и сразу потребовали поднять их наверх. Майор внутренних войск Олег Блохин признавался, что не знает, где лежит его офицерская форма. Главной работой для футболистов была игра. Именно за нее они зарабатывали огромные по меркам простых граждан зарплаты. Без очереди получали квартиры и покупали машины. Значит, завистники и недоброжелатели были? Ну, команда-коллектив сложный. Может, и завидовал кто, не знаю. Ну, явных конфликтов не было. Он хитрый был, осторожный. Ну, а как, в другие команды пытались его переманить? Так, конечно. Но, насколько я знаю, особо заманчивых предложений не было. А в Буковине его держало то, что родители жены недалеко живут. А его родители? Он ведь домовский. Ясно. Я могу поговорить с другими игроками? В отпуске все. Разъехались. Но сейчас, наверное, кто-то раньше и приедет. Осмотр места происшествия показал, что накануне погибший принимал гостей. Вероятно, двух. Угощение было щедрым. Стол ломился. Вот только непонятно, кто, как тогда принято было говорить, выставлялся. Потом, видимо, гости ушли. Казимиров лег спать. Ну, не при гостях же он разделся и расстелил постель. Женщина? Жены-то в доме не было. Но ведь и следов пребывания женщины в квартире не нашли. А вот ночью Александр открыл кому-то дверь. Если все было так, значит, пришел к нему знакомый человек. И этот человек очень хорошо ориентировался в квартире. Пропала шкатулка с драгоценностями. Она хоть и плохо, но была спрятана. А следов поиска нет. Значит, тот, кто взял шкатулку, знал, где она стоит. Живущий на первом этаже сосед Пивоваров рассказал оперативнику Волчанюку, что Казимиров был вежливым и улыбчивым молодым человеком. С женой они не ссорились. Гости к ним приходили часто. Но шумных гулянок или скандалов никогда не было. Понятно. Вы вчера вечером что-то подозрительное видели? Ничего. Все тихо, спокойно. А я видела. Вчера поздно вечером из подъезда выходило двое мужчин. Не местные. Сели в такси и уехали. Двое мужчин не местные в такси. Как они выглядели? Солидные, статные такие. И одеты очень хорошо. Вы думаете, они от Казимирова выходили? Точно не знаю, но мне кажется, да. А от кого они еще могли выходить? Больше в нас не от кого. У нас в подъезде народ простой живет. Так, хорошо. Подпишитесь, пожалуйста. Да, вот здесь. Вы, пожалуйста. Благодарю за сотрудничество. До свидания. Всего доброго. Да, заходите. Павел Григорьевич, здрасте. Нарыл что-то? Опросил соседей. Никому из них вчера никто не приходил. Значит, в такси уехали гости Казимирова. Казимирова. Алло. Диспетчерское такси. Следователь Затуловский. Скажите, а у вас вчера был вечером заказ на улицу Чехова? Да, посмотрите, пожалуйста. Был? Хорошо. А куда повезли? Спасибо, девушка. Толя. Да? Давай, дуй в гостиницу Буковина, а не туда поехали. Спасибо. Пожалуйста. Счастливой дороги. Спасибо. Поехали. Извините. Старший лейтенант Волченюк. Слушаю вас внимательно. Кто вчера за ваших постальцев вечером вернулся в гостиницу на такси? Так, Алексперов и Абдулаев шикуют. Они все время на такси приезжают. В каком они номере? Уехали только что на вокзал. Вы с ними только что в дверях столкнулись. Что ж ты сразу не сказал? Павел Григорьевич. Да, это я. На вокзал наши гости уехали. Да, я за ними. Волченюк выследил подозреваемых. Следователь и оперативник решили провести задержание около железнодорожного вокзала. Вон они, Павел Григорьевич, идут. Встречаем. Куда спешим? Не твое дело. Обрубить нехорошо. Да ты кто такой? Стоять! Ночных гостей Казимирова задержали. Ими оказались жители Баку. Вагиф Галиев и Кемал Абдулаев. Они не отрицали, что были в гостях у Казимирова. Так что же вы делали вчера поздно вечером в квартире Александра Казимирова? Азербайджанцы утверждали, что они болельщики. Оказались случайно в Черновцах. Решили встретиться с хорошим парнем-футболистом, которого запомнили, когда Невчи играл на Кубок СССР с Буковиной. Саша пригласил их в гости. Не с пустыми же руками идти. Коньяк с собой был, рыба, икра, конфеты. Ничего не пожалели. А как вы думаете, почему он после вас со стола не убрал, когда вы ушли? Откуда нам знать? Может, устал, может, кого-то еще ждал. А может, просто не успел? Зачем вы такого хорошего футболиста убили? Как убили? Сашу убили? Абдулаев и Галиев выглядели ошарашенными, когда следователь обвинил их в смерти футболиста. Вполне вероятно, что они у него в гостях посидели, потом, уходя, взяли ключи, убили и дверь закрыли. Мотив? Вот отправлю запрос в Баку. Может, мотив и прояснится? Подождите, мы никого не убивали. Мы работаем в футбольном клубе «Невчи» и приехали по заданию руководства на переговоры с Александром. Саша хотел у нас играть, собраться, сказать свое классное об этом. Зачем нам его убивать? Значит, сманить парня хотели. Ковтун был прав. Почему сманить? Мы просто его звали и в знак уважения даже тысячу рублей подарили. Каждый из тренеров хочет, чтобы в его команде играли лучшие футболисты. В профессиональном спорте все просто. Сумма в контракте решает, какой клуб выберет игрок. О том, как переманивали игроков с помощью денег и автомобилей, ходили легенды. Ёжев Саба ездил по Киеву в «Чайке», пока партийные руководители не отобрали номенклатурный автомобиль. А Виктору Хлусу, первый секретарь райкома партии в маленьком районе Грузии, предлагал за решение остаться играть в команде большой мешок денег, который стоял в углу кабинета. Хозяин честно признался, что даже не знает, какая в мешке сумма. Просто взяли и подарили тысячу рублей. У него день рождения скоро. В квартире обнаружен убитым молодой форвард местного футбольного клуба Александр Казимиров. Следственно, оперативная группа сразу же установила, что пропали золотые украшения и ключи, которыми убийца закрыл за собой входную дверь. Богато накрытый стол и дорогой коньяк говорили о том, что накануне Казимиров принимал гостей. Ими оказались жители Баку. Руководство азербайджанского футбольного клуба поручило им переманить перспективного игрока. Они оставили Александру денежный подарок – тысячу рублей, предварительно переписав номера купюр. Вероятно, убийца похитил эти деньги. Хорошо, что решили подстраховаться. Давайте номера. Мог ли кто-то знать, что бакинские охотники за футболистами подарят Казимирову деньги? Если да, то ночное нападение становится более понятным. Тысяча рублей на дороге не валяется. Никаких денег в квартире не обнаружили. Значит, убийца прихватил с собой не только шкатулку с золотыми перстнями. Они рассказали, будто Казимиров готов был перейти в Невчи. Ну, конечно, готов. Там же возможности другие. Оттуда в сборную можно попасть. А здесь его только жена и держала. Отказывалась переезжать? Категорически. А что вы можете рассказать о их личной жизни? Да что сказать. Нормально жили, ладили. Вы жену его видели? Красавица. Вот и он гордился, что у него такая жена. Следователь Затуловский отправил ориентировку с номерами купюр в магазины и на рынке города. Существовала вероятность, что деньгами попробуют расплатиться. Сто рублей в начале 70-х купюра редкая. Но с другой стороны всего 10 бумажек. А черновцы не такой уж маленький город. В сказки верите? Убийцы обязательно на похоронах появятся. Не такие тут же сказки. На похоронах люди часто вспоминают. Многое всплывает. Почему бы не послушать? Убил? 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 Это ты, Санька, порешил? Ты что, сгорел? Ты убил? Убил? Стоять! Милиция! Держи его! Что случилось? Что за драка? Неделю назад Казимиров его унизил при всех. Он хотел блатануть, будто корешует с Саньком. А тут его мордой в грязь. Шамшурин рассказал, что Сливка хвалился. Санек Казимиров его лучший друг. А тот даже глазом на него не повел. Санек, привет! Кому Санек, а кому Александр Савевич? Будь здорово, не кашляй! Вот это кореш! Бери, штука! А ну дайте проехать! Что это с ним сегодня? Гражданин Сливка, что вы можете сказать по поводу слов гражданина Шамшурина? Я его не убивал. Трук он мне мог бы хотя бы пожать. Сколько раз я машину вылизывал буквально. А он вроде улыбчивый, хороший человек, а... Но скользкий оказался. Так нас пять человек видел. Пожалуйста, вот здесь распишитесь. И на сегодня можете быть свободны. Врет он все. А за сынка гнида ответишь. В ночь убийства вы где были? Дома, как всегда. И свидетели есть? Нет. Я живу один. Но никто подтвердить не может. В зале появился новый подозреваемый автослесарь Анатолий Сливка. Казимиров опозорил парня при всех. Мотив убийства выглядел не очень убедительно, но за оскорбленное самолюбие униженный человек мог и отомстить. Во всяком случае, других вариантов у следователя пока не было. Свидетель Шамшурин подтвердил, Сливка угрожал Казимирову. Но открыл бы Казимиров дверь Анатолию Сливки ночью, следователю нужно было спокойно поговорить с вдовой Александром. Может быть, у нее есть объяснение, почему ее муж так себя вел. Алла, что вы можете рассказать об автослесаре, который ремонтировал Александру Вологу? Да мы с ним не знакомы почти. Машину чинил хорошо, Саше нравилось. Как зовут, не помню. Знаю, что к Саше в друзья набивался все время. А в дом к вам приходил? Да нет, конечно. Но к себе звал их регулярно. Поклонники считают, что он с каждым из них должен пить пиво с воблой. Алла, ну скажи что-нибудь. Ну милиция все-таки, ну вдруг помогут? Мам, перестань. Я сама разберусь. Что разберусь? Саша себя не защитил, а ты женщина. Расскажите, мы поможем. Алла Казимирова сообщила, что ей по телефону поступают угрозы. Неизвестные требуют отдать какой-то долг Александра, иначе обещают расправиться с ней и забрать машину. Значит так, в вашей квартире будет дежурить оперативник. Мы поставим ваш телефон на прослушку и на запись. Посмотрим, что это за долг такой. Спасибо вам большое. Там за углом телефонная будка есть. Если не работает, соседом договорись. Слушаюсь. Смотри. Не упусти. Не упущу. Оперативник Анатолий Волченюк и следователь Павел Затуловский согласовали действие в случае, если неизвестный снова позвонит Алле Казимировой. Анатолий Волченюк. Алло. Это опять вы? Да не знаю, я не про какой долг. Алло. О, Григорий. Позвонил. Давай в квартиру и смотри в оба. Зафиксировали? Говорите адрес Информация от оперативника Волчанюка поступила своевременно Она позволила установить в квартиру Аллы Казинировой Звонили из телефонной будки на улице Заньковецкой Опергруппа на выезд Адрес пишите Твой муж ведь денег должен Ты должна мне эти деньги по-любому отдать Ты это понимаешь? Потому что я не знаю, что я с тобой сделаю Стой! Отпустите! Вы не имеете права! О правах поговоришь в другом месте Пусти! Пошел! По горячим следам был задержан Константин Васин Я ничего не сделал Личность телефонного шантажиста установили быстро Васин был довольно известным в Черновцах болельщиком Постоянно крутился возле игроков Буковины Несмотря на то, что взяли Васина возле телефонной будки Он категорически отрицал, что звонил жене погибшего Но у следователя Затуловского была запись последнего телефонного разговора Когда откатали пальчики Васина Оказалось, что они совпадают с отпечатками из квартиры погибшего Вымогательство и найденные отпечатки стали хорошим основанием Для получения санкции на обыск дома Константина Васина Во время обыска у Васина нашли большую тетрадь в твердом переплете Это была бухгалтерия Список ставок, суммы, фамилии Стало понятно, что задержанный болельщик связан с подпольным футбольным тотализатором Я попрошу понятых быть внимательней Гражданин Васин Какого рода записи содержит эта тетрадь? Я попрошу зафиксировать понятые Гражданин Васин отказывается отвечать В спрятанном за ковром большом конверте нашли деньги Пять тысяч девяносто три рубля Из них тысячи двести сотенными купюрами Вот эти вещдоки говорят сами за себя Плюс ваши пальцы в квартире Плюс угрозы вдове Казимирова Будете дальше продолжать молчать? Да, я расскажу все Казимиров через меня делал ставки на подпольном тотализаторе И влиял на результаты игры Сам? Или с кем-то еще из игроков? Да, с воротарем Хибным и защитником Можешко Казимиров умер И остался мне должен полторы тысячи Не отдавай же мне свои деньги Хазевам тотализаторы Вот я и звонил Ну, прикиньте сами Алиби у вас нет Мотив убийства и возможность его совершить Пожалуйста Казимиров мог вам открыть в любое время дня и ночи Вы не понимаете Мотива у меня не было Мне Сашка живой нужен был Не убивал я его Не убивал Васин настаивал Казимиров играл на подпольном тотализаторе Партнеры помогали ему делать результат Полторы тысячи рублей якобы столько задолжал ему Казимиров Убийца футболиста забрал шкатулку с золотом Которая стоила намного больше полутора тысяч Но даже если представить, что это сделал Васин И ему показалось мало Стал бы он после убийства и ограбления заниматься шантажом И подставлять себя Маловероятно Тем не менее, игра Казимирова на подпольном тотализаторе Могла стать причиной убийства Васин сказал, что ставки Казимиров делал Вместе со своим партнером по команде Вратарем Хибным С ним и нужно было поговорить Васин утверждает, что вы Помогали Казимирову делать результат Врет Не моя эта игра Я играю в футбол Хибный всю жизнь живет в Черновцах Тут у него родители и друзья Ну не позориться же перед всеми Зато Казимиров иногда мазал из таких позиций Из которых с закрытыми глазами забивать надо А что вы думаете про Невчи? Звали его туда Машину хочет Ну хрен ей Пусть судится Квартира-то моя А что квартиру в боку не дали? Ну ты сказал Квартира уже есть Ну пусть она по пляжу Спасибо, Алексей Вы очень помогли Получается, Александр собирался разводиться И его смерть была выгодна жене Затуловский хотел вызвать Аллу Казимирову повесткой Но увидел вдову раньше Мне угрожали, что машину заберут Видимо, этот мерзавец и угрожал Добрый вечер Добрый Павел Григорьевич, я работаю Вы кого-нибудь подозреваете? Не знаю, кого подозревать У меня уже голова кругом идет Я знаю только одно Что мне звонили и угрожали, что машину заберут И теперь вот это Константин Васин угрожал Алле Казимировой, что заберет у нее машину Васин задержан, исполнить свою угрозу лично он не мог Но гараж Казимировой взломали Зачем задержанный Тарас Манойло делал это? Если у него был обнаружен ключ от гаража Ключ, который пропал из квартиры убитого футболиста В каких отношениях был Манойло с погибшим? Мог ли Казимиров ночью открыть ему дверь? На все эти вопросы следователь хотел получить ответы у самого Тараса Манойло На замке от гаража Казимировой обнаружены следы взлома Но замок не взломан, а открыт Точно? Абсолютно точно Замок пошкрябали сильно, но открыли ключом А пальчики? Пальчиков Манойло в квартире нет Ясно У меня работы много Потом за это Тарас Манойло не понаслышке знал, что такое тюрьма Он отсидел два срока После отсидки с трудом устроился на кирпичный завод Откуда ключ от гаража? Тогда мастер мой Юрий Чайка Понимаешь Я тут в одну историю влип Короче, купил я машину у соседей родителей Деньги им заплатил Они машину не отдают Как это не отдают? Да вот так Прикинь Доплату вдруг резко потребовала Но документы уже у меня Лидия Помочь сможешь? Как помочь? Шугануть ее? Да нет Ты мою машину у нее с гаража забери Двери ключом открой Фомка и так Пошарфаешь для Близиру Пусть думают, что угнали Сможешь? Ну, хорошо Ну, вот и славно Ты-то на, держи После дела еще столько же Договорились В квартире обнаружен Убитым молодой форвард Местного футбольного клуба Александр Казимиров Следственно-оперативная группа Установила, что пропали Золотые украшения Деньги и ключи Которыми убийца Закрыл за собой входную дверь Жене убитого Стал звонить неизвестный С угрозами и требованием денег Сыщикам удалось задержать шантажиста Им оказался Константин Васин Который вместе с убитым Делал ставки на подпольном тотализаторе Александр не раз сдавал игру Чтобы обогатиться Футболист остался должен Васину Полторы тысячи рублей Эти деньги он и требовал вернуть Сыщикам стало известно Что Александр собирался Развестись с женой Но супруги не могли поделить имущество Гараж убитого Казимирова Пытались взломать и угнать его автомобиль Сами видите Моей вины здесь нет У Юрца документы есть Действовал я по поручению Хозяина машины Ключи он мне сам дал Твоей вины здесь нет Просто Дон Кихот Черновицкий Может тебе еще медальку выписать? Ты задержан до выяснения обстоятельств Оперативник Оперативник Анатолий Волчанюк Решил провести задержание Юрия Чайки Возле его дома Гражданин Чайка Милиция Прошу пройти с нами Ну просите это хорошо Просим На машинке поедем Поведение Юрия Чайки Усыпило бдительность оперативников Стой стрелять буду Затуловский Шляпы Вел он себя спокойно Ко мне быстро Юрий Чайка Сумел обмануть оперативников Показной покорностью Почему он бежал? Можно было предположить Чайка почувствовал Что на него вышли через Манойла У него были ключи от квартиры убитого Но при чем тут Алла? И какой у нее может быть договор О машине с Юрием Чайкой? Документы на машину были у него Как они могли к нему попасть? Либо действительно получил от Аллы Либо выкрал их из квартиры Тогда же, когда и ключи Но почему тогда Алла не заявила О пропаже техпаспорта на Волгу? Следователь Павел Затуловский Предположил, что Чайка Должен был скрыться из города Если документы на машину у него То естественно он хотел забрать И саму машину Ключи где? Где ключи? Где ключи, тварь? Ключи где? Ключи где ключи Стоять! Руки! Алло, скорая? Вы же видели его Настоящий зверь Он Сашу убил Хотел меня убить Спасибо вам большое Вы мне жизнь спасли Рассказывайте Чайка Чайка мой двоюродный брат Ну конечно мы общались Дома он у нас бывал Они с Сашей даже дружили А он оказался жадным и завистливым То ночь он Позвонил Саше и сказал, что я посылку передала Конечно, Саша опустил его А он его убил Почему вы в милицию не заявили? Я боялась Защитить меня некому Саша нет Юрий Чайка в бессознательном состоянии находился в больнице В его однокомнатной квартире нашли 9 сотенных купюр Номера которых совпадали со списком азербайджанцев Также в тайнике нашли золотые изделия Их опознала Алла Казимирова У Чайки же были документы на Волгу Которую по его поручению пытался угнать Тарас Мануэл Все указывало на то, что следователь Затуловский Задержал убийцу Александра Казимирова Первый допрос Юрия Чайки Следователь Затуловский Решил провести прямо в больничной палате Ознакомьтесь, пожалуйста, с показаниями гражданки Казимировой Что? Ах ты, сука С потрохами сдал В общем так Алка Хотела уйти от Саши Они договорились Квартиру разменять При этом Саша на квартиру Не претендует Он забирает свою машину И укатывает в боку Но слово свое Он не сдержал Денег ему Уроду кривоногому мало Представляешь? Хочет денег с меня за квартиру взять Помоги, Юр А я тебе машину за это дам Я уже все придумала Ты только сделай И как же вы это сделали? Так и сделал Все прошло, как запланировали Поздно ночью Чайка пришел к Казимирову Открыл ключами дверь Кто там? Алла, это ты? Александр вышел в прихожую в трусах и майке Юрий с порога ударил его по голове арматурой Которую унес с собой После он ее в пруд выбросил Алла рассказала, где стоит шкатулка с золотом Он ее забрал На столе лежали 10 сотенных купюр Тоже забрал А с машиной что получилось? С машиной? Алла Костерва С задних вот в последний момент дала Ну и на того напала Мать сказала Ты уже машину каким-то грузинам продала? Юрик, не кипятись Вернешь золото Машина твоя Отдай машину Золото верни И вы решили Угнать машину? Да Она же меня на бомбах оставила Ну ничего Теперь посидит Вместе с вами Следствие было долгим и сложным Понадобились очные ставки и экспертизы Они показали, что правдой была версия Юрия Чайки Именно Алла Казимирова разработала и осуществила план Который позволял ей избавиться от мужа И остаться богатой вдовой Впрочем, воспользоваться своим положением Она не успела Суд приговорил Аллу Станиславу Казимирову К 11 годам лишения свободы С конфискацией Лично принадлежащего ей имуществу Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке Мелочи Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад Изоплечали преступников без спецтехники, камер слежения И электронных баз данных Как было раньше, когда следователи раскрывали Самые запутанные преступления только с помощью интуиции И добытых вещественных доказательств Вещдок Тоня! Тонь! Тоня! В результате вооруженного ограбления в городе Запорожье Погибла молодая женщина Антонина Светлова Давно у нас не было ограбления с огнестрелом Гастролера, похоже Николай Нам нужны контакты родных Сообщить им надо В ее паспорте стояла полтавская прописка Хозяин дома, рабочий Запорожь Сталя Николай Егоров Сообщил, что проживал с Антониной пять месяцев Но о ее родне ничего не знает В Запорожье Антонина руководила детской секцией акробатики при Доме культуры По запросу оперативников из полтавской милиции пришел ответ Антонина Светлова по указанному в паспорте адресу прописана не была и никогда не проживала Паспорт был фальшивым Как и трудовая книжка Личное дело завели только тогда, когда Антонина устроилась работать в Дом культуры Кем же была эта девушка? Почему ничем не примечательный работник Дома культуры Жила под чужим именем и по поддельным документам? Возможно, ответив на эти вопросы Следствие смогло бы решить и главную задачу Кто и за что ее убил? Вы можете как-то это объяснить? Нет Хорошо Тогда расскажите все, что вы знаете о Антонине Мы познакомились с Тони полгода назад В кино Я пришел с друзьями Она одна сидела На допросе Николай рассказал, что Тоня переехала в Запорожье 8 месяцев назад Устроилась на работу Через пару месяцев после приезда познакомилась в кино с Николаем Вскоре Николай предложил ей переехать к нему Каждую пятницу Тоне звонила мама из Полтавы И они довольно долго разговаривали Оперативники проверили входящие звонки по АТС Звонили с междугородного переговорного пункта в Харькове Да Угу Хорошо, мамочка, я поняла Пока Мама Угу Тонечка, а давай поедем к ней? Познакомишь, ну? Коль, ну пока мы не расписаны, я не могу этого сделать Ну, она у меня очень строгих правил, понимаешь? Мама обычно звонила вечером каждую пятницу А вам не показалось это странным? Показалось, но Тоня очень болезненно реагировала на мои вопросы Ну что ж Дождемся пятницы Будем надеяться, что она позвонит И в этот раз Оперативники проверили входящие звонки по АТС Каждую пятницу на домашний телефон убитой звонили с междугороднего переговорного пункта в Харькове Имя абонента, разумеется, узнать было невозможно Отстояв годы в очереди на квартиру Советская семья перемещалась в новую очередь за телефоном В начале 80-х домашний телефон все еще большая редкость Только одна из десяти семей в Союзе имела в доме аппарат Те, кому не повезло, ходили на почту в переговорный пункт Перед разговором нужно было сообщить кассиру продолжительность звонка и оплатить его Если же беседа заканчивалась раньше, чем планировали, неиспользованные деньги возвращались Жених Антонины сказал, что мать звонила ей каждую пятницу Тоню убили в понедельник Следователь очень ждал пятничного звонка и возлагал на него большие надежды Но ближайшие четыре дня Терещенко времени не терял В первую очередь он встретился с Аркадием Тимошкиным, начальником Антонины Расскажите о Антонине Светловой Тоня появилась у нас несколько месяцев Директор Дома культуры отзывался о Тоне очень хорошо Говорил, что ни с кем в коллективе она не конфликтовала Обычная общительная девушка Так, Тонечка была отличной гимнасткой Сразу влилась в коллектив Дети ее очень любили У нее, знаете, таланты были и спортивный, и педагогический Про нас даже в труде написали Тимошкин с гордостью показал статью в газете об их Доме культуры В ней особое место было уделено гимнастическому номеру, который поставила Тоня Я газетку возьму? Пожалуйста Спасибо Следователь поговорил с другими работниками Дома культуры и понял, что Антонина была достаточно осторожна в общении Никаких дополнительных сведений о ней от ее коллег получить не удалось Следственная группа занималась поисками ВАЗ-2105 На котором уехал убийца Николай Егоров не запомнил номера автомобиля В 80-м году «пятерка» была новинкой автопрома В городе таких машин еще было совсем мало Но найти автомобиль не удалось Неутешительные новости принесло и заключение экспертизы о пуле, изъятой из тела Антонины Эксперты определили, что стреляли из пистолета ТТ А это оружие Отследить крайне трудно Пистолет ТТ образца 1933 года Первый армейский самозарядный пистолет СССР Разработанный советским конструктором Федором Токаревым В годы войны пистолеты Токарева выпускали в огромных количествах И большая часть из них не имела паспортов С помощью которых можно было определить Из какого конкретного пистолета был совершен выстрел Запрос в пулегильзотеку МВД СССР отправили Но надежд на быстрый ответ было немного В деле Антонины Светловой экспертизу можно было провести только по факту То есть имея на руках не только пулю, но и сам пистолет Николай Егоров вернувшись домой Обнаружил, что в его жилище кто-то проник Мужчина решил, что на место преступления вернулись убийцы его девушки Поэтому действовал решительно Стой! Стрелять буду! Алло, милиция? Неизвестному удалось скрыться Николай в темноте не смог разглядеть его лица Судя по следам крови, неизвестный был серьезно ранен Милиция отправила запросы во все больницы и травмпункты города Через два часа из городской больницы номер 3 пришла информация Что к ним поступил пациент с огнестрельным ранением Из руки пациента извекли ружейную дробь Здравствуйте Аркадий Ильич Ну что произошло? Да вот, знаете, незадача такая Чистил ружье и случайно Подстрелил себя В спину? У вас же вторая положительная группа крови Группа крови Тимошкина Совпала с кровью неизвестного Которая была обнаружена в квартире Егорова Вот дробь Следователь продемонстрировал Тимошкину дробь Который стрелял в неизвестного Егоров И ту, которую достали из тела Тимошкина Дробь была идентичной Вы же понимаете, что слишком много совпадений Знаете, это был я Тонечка Мы поставим Замечательный хореографический номер Я тебе говорю Объездим весь Союз Да что там Союз? Сот страны поедем Да я не знаю, может Из-за океана Я тебе должен сказать Честное слово Когда ты появилась в моей жизни У меня изменилось все С ног на ног Тимошкин объяснил Что пробрался в дом Чтобы найти часы Которые подарил Антонине На задней крышке этих часов Была гравировка Которая могла его скомпрометировать Красавица Тоня Сразу приглянулась ему Как только поступила к ним на работу Он стал оказывать ей знаки внимания Она их принимала Свой роман они держали в секрете Тимошкин был женат Тоня, Тоня, Тонечка Подожди меня Отстань от меня Коль, буквально две минутки Чуть позже Тоня встретила Николая Егорова И он стал ухаживать за ней Конечно, таких возможностей Как у Тимошкина У него не было Но Коля был свободен Говорил, что хочет жениться Предлагал жить вместе Тоня сказала Тимошкину Что между ними все кончено Тимошкин не привык Чтобы женщины его бросали Чтобы повлиять на Тоню Он пригрозил ей Неприятностями на работе На это Антонина ответила Что у нее есть его подарок Часы с гравировкой Если они попадут к жене Тимошкина То неприятности будут у него Тимошкин залез в дом Егорова Чтобы найти часы Он боялся, что их найдет Николай Стой! Стрелять буду! Товарищ следователь Но Клянусь вам Тоню я не убивал Честное слово Тоню я не убивал Оперативники провели обыск В квартире Егорова и Светловой И обнаружили тайник В котором она хранила часы С гравировкой Тоню я не убивал Тоню я не убивал Тоню я не убивал Ничего себе! Тоню я не убивал Тоню я не убивал Ребят Сумму 20 тысяч рублей Такие деньги в то время Настоящее состояние На которые можно было купить Несколько автомобилей Откуда у простого руководителя Спортивной секции Были такие средства? Ответ наверняка Крылся в прошлом Антонины Оперативники выяснили, что на момент убийства Антонины у Тимошкина было алиби Его подтвердила Ирина Яценко, в прошлом воспитанница Дома культуры, а ныне помощница руководителя танцевального коллектива По словам Тимошкина, именно она в тот вечер утешала его разбитое сердце Этот разговор останется между нами Итак, 10 марта вы были с Тимошкиным? Да Мы были у него в кабинете Пришли в 6, а ушли в 9 Вот Спасибо В результате вооруженного ограбления в городе Запорожье погибла молодая женщина Антонина Светлова Хозяин дома, рабочий Запорожь Стали Николай Егоров, сообщил, что проживал с Антониной 5 месяцев Но о ее родне ничего не знает Стало известно, что у убитой поддельный паспорт и трудовая книжка На работу в Дом культуры Антонину принял директор Аркадий Тимошкин Он оказывал Антонине знаки внимания, настоял на любовной связи Когда Светлова встретила Егорова и решила порвать с Тимошкиным, женатый директор стал ей угрожать Во время обыска среди вещей погибшей Светловой находят женские часы с дарственной надписью от Тимошкина и 20 тысяч рублей Откуда у молодой женщины такая большая сумма, никто не знает Подозрение с Тимошкина пришлось снять В момент убийства он находился в своем кабинете, что подтвердила Ирина Яценко Новая любовница директора Дома культуры Николай Егоров, жених Антонина, действительно не знал, откуда у его любимой такие большие деньги Но вероятно, кто-то знал об их существовании Именно деньги могли стать причиной смерти Антонины Возможно, именно за ними пришли те, кто убил девушку У следствия осталась всего одна зацепка Мама, с которой Тоня общалась по телефону каждую пятницу Да что ж такое Мама Тони звонила всегда ровно в шесть Спокойно, Николай Ждем Делайте все в точности так, как мы договорились Николай сказал женщине, что Тоня в больнице без сознания Чтобы максимально продлить разговор Он говорил, что ему необходимо знать, нет ли у Тони аллергии на обезболивающее Принимает ли организм пенициллин Однако разговор все равно оказался коротким Черт, положи в отрубку Получилось? Спокойно, сейчас узнаем Алло, станция? Терещенко Удалось отследить номер? Спасибо Новая система автоматического определения номера звонящего абонента Необходимая для автоматизации выхода на междугороднюю, а затем и на международную связь Появилась в стране в середине 70-х годов Эта система позволяла определять номер, с которого был произведен звонок С тем, чтобы выставить за него абоненту счет Системой активно пользовались работники милиции для раскрытия преступлений Шантажа, угроз, анонимных сообщений о заложенной взрывчатке Звонок был совершен из Харькова Из почтового отделения номер 6 Следователь Терещенко сразу же перезвонил в это почтовое отделение И потребовал опечатать кабинку и никого к ней не допускать В этот же день следователь Терещенко отправился в Харьков Работник почты, которая соединила незнакомку с номером в Запорожье Сказала, что звонила не взрослая женщина, которая могла бы быть матерью Антонины А молодая девушка, которая по возрасту годилась ей в подруге 20-25? Вы уверены? Ну, конечно, уверена! И незамужняя, кстати, вы знаете, я специально подглядела На пальчике кольца не было И я подумала, вы знаете, вот как-то странно Такая молодая, красивая и до сих пор одна По показаниям работника почты девушка приходила в отделение регулярно Раз в неделю, по пятницам, каждый раз в одно и то же время, вечером Когда последний раз говорила по межгороду, ушла раньше, чем планировала Она заказала звонок на 5 минут, а проговорила не больше 30 секунд Сдачу не забрала А в кабинку после нее никто не заходил? Да нет, никто, мы все сразу закрыли Дмитрий Сергеевич, можно вас? Что, Саша? Есть пальчики? Да, есть Четыре четких, свежих отпечатка Эксперт обратил внимание следователя на странный белый след на трубке Белый след Белый порошок на трубке оказался магнезией Это мелкодисперсная соль магния Которая предназначается для подсушивания рук и как следствие увеличения надежности хвата Магнезию широко использовали в спорте, гимнастике, тяжелоатлетике и скалолазании Следователи помнили, убитая Тоня, акробатка Может быть ей звонила подруга, с которой они вместе занимались спортом Саш, привет Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич Ну что там с отпечатками пальцев? По отпечаткам ничего Не привлекалась, не сидела Саш, а где пятый отпечаток? Большого пальца нет Так не было, Дмитрий Сергеевич Странно Инвалид она, что ли Следователя заинтересовало, почему на трубке не было отпечатка большого пальца Работник почты запомнила бы такую характерную особенность Как отсутствие пальца у красивой молодой девушки Тем более она обратила внимание на то, что у девушки не было обручального кольца Следователь решил проконсультироваться со своей подругой детства Гимнасткой Верой Соболевой Вера, привет Терещенко Слушай, ты же вроде гимнастикой занималась Можешь помочь? Расскажи, есть ли у гимнастов какой-то особый вид хвата? Спортивная гимнастика Вид спорта, который включает соревнования на гимнастических снарядах В вольных упражнениях и в опорных прыжках Помимо классического хвата, гимнасты, чтобы не вывихнуть большой палец При выполнении упражнений на спортивных снарядах Используют так называемый обезьяний хват Это положение кистей рук, когда все пять пальцев огибают спортивный снаряд с одной стороны Следователь Терещенко обошел почти все секции спортивной гимнастики в городе Хайкове Нигде не было девушки, которая бы подходила под описание работницы почты Следователь надеялся разыскать девушку в Харьковском институте физической культуры Занимается гимнастикой Светловолосая, на лбу небольшой шрамик Наташ, подойди к нам, пожалуйста Гимнастка Наталья Мирохина была похожа на ту девушку, которую описала сотрудница почты Вы нас не оставите? Да Скажите, вам знакома Антонина Светлова? Нет, я не знаю никакой Антонины Ну что ж Вы не будете против проехать в отделение милиции на опознание? Опознание? У нас есть свидетель Работница почтового отделения номер 6 Вы бывали там когда-нибудь? Ее не Антонина зовут Катя Катя Сергиева Подружка моя А что случилось? Ее убили Больше года назад Катя получила спортивную травму Ее спортивной карьере пришел конец Она сирота И очень надеялась на успех в большом спорте Просто не знала, что делать Тогда и появился в ее жизни этот мужчина Михаил Он предложил ей использовать ее спортивные навыки В необычном деле Он Предложил ей забираться через форточки в квартиру И открывать двери к квартирным ворам Только Она его звала не Михаил А Лавр Да, Лавр Он ужасный человек Я умоляла Катю бросить это дело Но она не слушала Наташа знала, что Лавр был жесток с Катей Угрожал, шантажировал Однажды поднял на нее руку Тогда она и решила выйти из игры Будешь работать столько, сколько мне нужно Поняла? Оставила свою одежду и паспорт на берегу реки Надеясь, что все решат, будто она утонула Сама же сбежала в Запорожье Чуть позже она сама позвонила Наташе И сообщила, что жива Тогда подруги и договорились тайно общаться А вы знаете, где можно найти этого Михаила? Нет Михаил Лавров По кличке Лавр 35-го года рождения Работал на Харьковском велозаводе Токарь Вор-рецидивист После последнего освобождения Завязал с криминалом Во всяком случае, его имя перестало фигурировать В милицейских сводках На одну деталь следователь не мог не обратить внимания Редкая тогда «Жигули-пятерка», о которой мечтали миллионы У Лаврова была Не это ли машина скрылась с места преступления Задев придорожный столб? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А что случилось-то? Да так, мелочь, ДТП Проверяем все похожие машины под описание Следователь поинтересовался у Лаврова Где он был в день убийства Он крайне нехотя сознался, что занимался частным извозом Такой заработок подпадал под статью о нетрудовых доходах, запрещенных в СССР Даже в советских правилах дорожного движения от 1972 года Было положение о том, что гражданам запрещено использовать транспортное средство в целях наживы Виновнику грозил штраф или конфискация автомобиля Лавр сообщил, что в тот день он подвозил мужчину Он точно назвал адрес, куда отвез его Проходная завода «Серб» и «Молот» Лавр даже назвал имя, фамилию и должность мужчины Мол, в машине разговорились Николай Да, Коля Алиби Лавра подтвердилось Пассажир, которого разыскал следователь, опознал, как он сам выразился, хамоватого водителя Тот попытался взять с него больше денег за проезд Пассажир даже записал номер машины, потому что хотел пожаловаться в отделение ГАИ на частного извозчика Это был номер машины Лаврова Все сходилось Следователь Терещенко решил навести справки о Лавре непосредственно в отделении милиции Сержант отзывался о нем положительно и считал, что Лавр стал на путь исправления Работал, не пил Лишь однажды он попал в отделение милиции за мелкое хулиганство Да, сам не понимаю Разбил стекло, забрал газету Патруль как раз мимо проезжал, так его и забрали А что за газета? Труд Это? В Советском Союзе газета стоила две копейки Пресса была очень доступна, ее читали все Но если даже двух копеек не было, газету можно было прочитать на специальном стенде Стандартный стенд состоял из двух частей В него помещалась газета на разворот В одной половине первая и четвертая страницы, во второй, вторая и третья Лавр увидел фотографию Антонина и даже подумать не успел Разбил стенд кулаком, чтобы прочитать информацию о той, которая обвела его вокруг пальца, захватив весь общак Следователь вернул машину Лавру и сообщил, что экспертиза показала, что вмятины не заделывали А виновника ДТП нашли? Да по правде говоря, я расследую не ДТП А убийство одной девушки Убийство? Расскажите, просто интересно Ну, я не имею права вам ничего говорить Но раз вы пошли к нам на встречу, расскажу Терещенко сказал, что пока не знает, кто убийца У него была версия, что в деле была замешана крупная сумма денег, которую жертва хранила дома Но при обыске ее не нашли Впрочем, следователь был уверен, что преступник из Харькова И отпечатки пальцев также есть Так что найти убийцу – вопрос ближайшего времени Я и так вам много всего наговорил Еще раз спасибо И всего хорошего В результате вооруженного ограбления в городе Запорожье Погибла молодая женщина Антонина Светлова Хозяин дома, рабочий Запорожьсталин Николай Егоров Сообщил, что проживал с Антониной пять месяцев Но о ее родне ничего не знают Каждую пятницу девушка разговаривала по межгороду, утверждая, что это звонит ее мама Выясняется, что звонки поступали из Харькова Работница переговорного пункта описала звонившую По возрасту она никак не могла быть матерью погибшей По описанию сыщики находят гимнастку Наталью Мирохину Подругу убитой Наталья называет настоящее имя погибшей девушки Екатерина Сергию И рассказывает, что та была связана с вором Лавром Который к ней жестоко относился Екатерине ничего не оставалось, как сымитировать собственную смерть И сбежать от тирана Следователь решает проверить рецидивиста Михаила Лаврова По кличке Лавр Интуиция подсказывала следователю Лавр не случайно поскандалил с пассажиром Ему было важно, чтобы тот его запомнил и тем самым обеспечил алиби Но раз так, то Лавр наверняка знал, кто стрелял в Екатерину Сергиеву Рано или поздно он приведет следствие к своему сообщнику Как-то глубокой ночью Лавр вышел из дома Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Сергеевич, а во второй машине такие же номера, как и у Лавра? Интересный поворот Две одинаковые машины, понимаешь? Стоять! Милиция! Серега, посмотри, что с ним Давай за ним и объявляй перехват Спокойно! Ствол на землю! Ко мне! Задержанный Алексей Воробьев 50-го года рождения был известен харьковским правоохранителям Кличка Леха Кривой, ранее судим за хулиганство и уличный разбой Именно его отпечатки пальцев были обнаружены в квартире Екатерины Сергиевой Под давлением доказательств Алексей признался в убийстве И помог восстановить картину преступления Он подтвердил, что Сергиева раньше работала с ним и с Лавром Я убил Катька дура Пошла купаться И утонула Вещи, паспорт Все на берегу осталось И тут Лару мне Мол, общак пропал 20 тонн, как с куста Мы к ней на хату ломанулись А там голяк Видать, заныкала где-то А спросить-то уже все Тю-тю, не с кого О том, что Катя живет под новым именем в Запорожье Лавр узнал случайно Наткнувшись на ее фото в газете труд Катька Где ты сейчас? Сука Роденки Лавр и Леха использовали одинаковые пятерки с одним и тем же номером Один шел на дело, а в это время сообщник на второй машине подвозил пассажира Который потом подтверждал алиби Так Лавр поступил и на этот раз Леха поехал за Катей в Запорожье А Лавр засветил машину в Харькове Деньги сюда Быстро Тоня Леха вернулся в Харьков ни с чем Но когда следователь Терещенко сообщил Лавру, что денег в доме погибшей не нашли Тот сразу заподозрил, что Леха попросту прикарманил их Лавр обвинил Леху в крысятничестве В ход пошло, а уже Минты вчера настучали У Катюхи бабла не нашли Ты что, попутал? Что за предъявы? Стоять, милиция! За совершение убийств Екатерины Сергиевой и Михаила Лаврова Алексей Воробьев был осужден и приговорен к исключительной мере наказания расстрелу Работа следователя это работа с фактами Проблема в том, что до конца расследования невозможно наверняка сказать, какие из них важны, а какие нет Иногда самая незначительная на первый взгляд деталь играет решающую роль в поисках ответа на вопрос, кто преступник Сопоставив два, казалось бы, малозначительных факта Статью в газете об Антонине Кате Сергиевой и разбитый Лавровым газетный стенд Следователь Терещенко смог раскрыть это преступление Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...